Добрый вечер в Украине 20.00. Вы смотрите подробности. О главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Убийство в Василькове. Кого подозревают в кровавой расправе над директором крупной строительной компании? Парламентские битвы. Как нардепы закон о спецконфискации продавливают. Не раз пошли на дело. В Одесской области ликвидировали банду оборотней в погонах. Очередное громкое заказное убийство. Недалеко от столицы убит директор крупной строительной компании, бывший депутат Васильковского гурсовета Павел Зможный. Все детали этого убийства на месте трагедии выяснял мой коллега Ярослав Кречко. Он сейчас с нами на связи. Ярослав, здравствуй. Где конкретно это произошло? С какого оружия стреляли? В какой момент дня и какие версии следствия? Да, Наталья, убийство произошло в частном секторе поселка Крушенко Васильковского района. По предварительным данным директор украинского представительства известной немецкой фирмы был убит во время утренней пробежки. Произошло это где-то в 100 метрах от его собственного дома. В полдень тело мужчины обнаружили соседей и вызвали полицию. Оперативники подтвердили, погибший получил огнестрельное ранение. Те, что было распространено в средствах массовой информации, что стреляли в него с автоматической оружием, а именно с автомата Калашникова, чего нет этого подтверждения. Пострелы были, но с какой оружием мы сейчас установим. Мы рассматриваем версии, начиная от профессиональной точки зрения, что он занимался в бизнесе, те, что, возможно, какие-то побутовые версии. Полиция открыла производство по 115 статье Уголовного кодекса. Это умышленное убийство. К расследованию подключены оперативники нацполиции и МВД. Пока это все, что известно на эту минуту. Наталья. Спасибо, Ярослав. Ярослав Кречко об очередном заказном убийстве неподалеку от столицы. Будет ли раскрыто это убийство? Вопрос, похоже, уже риторический. За последние два года ни одно резонансное преступление раскрыто не было. В Черноморске, это бывший Ильичевск, люди в погонах стали фигурантами громкого скандала. Сотрудники полиции и один прокурор организовали преступную группировку. Занимались разбоем и квартирными кражами. Разоблачили ОПГ следователи военной прокуратуры и сотрудники СБУ. Все подробности расскажут мои коллеги. На след оборотней в погонах военная прокуратура вышла после громкого скандала зимой этого года. Тогда на скамье подсудимых оказались 8 полицейских из Черноморска. Их обвинили в пытках и похищениях людей. Суд продолжается до сих пор. В ходе же дополнительного расследования выяснилось. Один из полицейских, активный участник самой настоящей банды, которая занималась разбоем и квартирными кражами. Вместе с ним членами группировки были еще один коллега и сотрудник местной прокуратуры. Сегодня у подозреваемых прошли обыски по месту жительства и работы. Примечательно, что помимо действующих правоохранителей в ОПГ входили и бывшие. Сколько же людей стали жертвами банды, сказать пока сложно. Но несколько эпизодов уже задокументированы. Бандиты использовали форму работников правоохранительных органов. В ходе обшуки у злоумисленников выложены награбованные деньги и ценные вещи. В частности, утро, зброи, наркотики, отмычки, маски, альпинистские нарядки и т.д. Что же касается роли, отведенной двум полицейским и прокурору в этом синдикате, то они должны были покрывать преступников, всячески обеспечивая их неприкосновенность. Так, когда в органы обращались потерпевшие, дела загадочным образом не раскрывались. Стоит отметить, что один из задержанных возглавлял в Черноморске следственный отдел полиции. Как делили награбленное, есть ли у подозреваемых еще подельники в правоохранительных органах? Все это предстоит выяснить следствию. Задержанным же грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности, телеканал Интер, Одесская область. Но сама Одесса сегодня пережила настоящий потоп. За сутки в городе выпали сразу три месячные нормы осадков. Последний раз такие показатели фиксировали полтора столетия назад. Одесситы сегодня видели и затопленные улицы, и парковки, и неработающий общественный транспорт. Ливневки традиционно не справлялись. Шквальный ветер повалил около сотни деревьев, и более двух тысяч домов остались без электричества. Местные чиновники к ликвидации последствий потопа привлекли муниципальную спасательно-водолазную службу. Ее сотрудники на квадроциклах помогали вытаскивать из воды заглохшие автомобили и автобусы. По прогнозам синоптиков, сегодня ближе к 9 часам вечера дождь в Одессе должен прекратиться. Неопотопляемый закон или как воскресить утопленников? Вдохнуть жизнь в не единожды похороненный закон о спецконфискациях фронтовики пытаются отнюдь негуманными методами. О политкорректности речь не идет. В ход пошли угрозы и запугивания. О пропаганде на грани фола и, конечно же, о бюджетных баталиях Екатерина Лысенко подробнее. В сегодняшний день депутаты решили назвать аграрным. В повестке дня ратификация соглашения о выделении 400 миллионов евро на отрасли. Но этот документ, как и сопутствующие, ставят в лист ожидания. На утреннем заседании первым делом заявления. И все, в основном, бюджетные. Насправді, сьогодні ми и цей уряд віддає борги, створені попередними урядами. В цьому бюджеті піднімається на 30% зарплати вчителів. В цьому бюджеті піднімається на 20% зарплати лікарів. Я прошу сьогодні зробити декілька кроків. По-перше, міжфракційну команду, небюджетний комитет, які наділені інтелектом і мають розуміння, я прошу негайний аналіз бюджету, незалежний. У нас є право по регламенту звернутися до рахункової палати і вимагати експертизи плану на бюджет на наступний рік. Но до следующего бюджетного года ще дожити треба. І оппозиція настаєває на зміні сміту года нынешнього. Вместо того, щоб привести в нормальне состояние бюджет 2016 року і отдати людям скрыті доходи, які там є, власть предлагає повістку «Поговоримо о бюджете 2017 року». А як дожити цей год, коли не рішен вопрос з субсидиями? Як дожити людям цей год, коли придуть тарифи? А вот придуть ли дотации, непонятно, тому що в бюджете недостаточно средств для того, щоб ці дотации осуществити в течіні цього року. І йде розговор о 2017 році. Ми проти такого підходу. Ми требуємо, щоб бюджет бюджет ще цього року, щоб були повышені зарплаты, пенсії. А фронтовіку волнує не стільки бюджет, скільки одіозний закон о спецконфіскації. Спецконфіскацію в Раді протягивають вже котрий раз. На прошлій сесії закон авторства фронтовікув проваливали нескільки раз. Зараз Кадмін ісправив текст, але яростно настаивають на ньому по-прежнему во фракції бувшого прем'єра і не просто уговаривають проголосувати. Вітаю ініціативу уряду про те, щоб внести законопроект, який був розроблено спільною групою, а не паном Пашинським, який намагався продерти цей законопроект через коліно в Верховній Раді. І зараз ходить і погрожує знищенням, в тому числі фізичним народним депутатам, які не хотіли це голосувати. Це хочу сказати публічно, що він ходить, дійсно, і каже про те, що він вбив всіх, хто не давав йому тоді голосувати за цей законопроект. Але підтримують закон в залі поки мало хто соглашається. По простій причині його в глаза не видели. Його ніхто не був на сьогоднішній день. Кроме заявлений о том, що давайте заберемо деньги і якісь обіцяний набирати виплату, сам текст закона ще не внесено офіціально в зал, соответствуючим образом ми не можемо дати йому оценку. В случае, якщо цей законопроект на нашому комітеті не буде рассмотрен, він вообще не може попасть в зал. Поэтому прежде, чим о чому-то говорить, треба изучити закон, цей законопроект має пройти наш комітет, і тільки після цього можемо говорити, будемо за нього голосувати чи ні. Достатньо інструментів і без цього закону для того, щоб щось зробити. От я хочу ще про один міф сказати. От ви знаєте, представники Народного фронту завжди кажуть, що ці кошти арештовані урядом Яценюка. Ну, уряди не арештовують коштів. Ну, це просто привласнення чужої роботи собі і знову елемент піарної роботи. Ну, по-перше. По-друге, вони кричать, що якщо ж нічого не здійснеться, то в січні місяці ці кошти зникнуть. Ну, якщо є постанова слідчого про арешт цих коштів, то куди вони зникнуть? Тем не мене, уже в четверг Народний фронт буде требовать голосування. Впрочем, добиться в этом зале хоч чого-то куда сложнее. Такова реакція вице-спікера на провальне голосування за повестку дня сесії. Ее не утвердили. Із утвердженого Рада постановила, що не признає нову Російську Госдуму. Екатерина Лысинка, Ірина Романова, Владимир Самченко, Владимир Дедов. Подробності – телеканал «Интер». Прем'єрська проверка. Сразу три области проінспектировал сегодня Владимир Гройсман. Що он искал на черкасських, кировоградських і полтавських дорогах? Що нашел і що в итоге пообіщав? Подробні Анна Каменева. Як йде ремонт українських дорог? Проверять. Прем'єр летит на вертолете. Всього 40 минут, і ми вже на первій точці в Черкасській області. Здесь ремонтирують 7 км дороги. Из-за огромних ям эту полосу закрили ще 3 роки назад. Але роботи не велись. Обіщають відкрити її через полтора місяця. Губернатор сразу же просить прем'єра помочь со следующим проектом. У нас буде прихання з тим, щоб спідготуватися до ремонту нашого мосту річки Дніпро. Нам необхідно півтора мільйона на проект. Ми зробимо. Давайте ми підтримуємо півтора мільйона, то поможемо зробити обстеження мосту і визначимо його як пріоритет. Ситуацією воспользовався і мер Черкас. У нас ще є об'їзна дорога. Черкас, на Тігрин. Мер міста свою роботу передав мене. Ви можете розпочати в наступному році об'їзну дорогу навколо Черкас. Здесь же дорожна інспекція берет пробу асфальта для проверки його качества. Результаты обещають через несколько недель. Летим дальше. Це вже Кировоградська область. Дорога от Знаменки до Александриї. 34 км. Сделали вже половину. Дорожники кажуть, один км дороги кладуть в середньому за два дня. І обходиться он в 5,5 млн грн. Асфальт тут ще теплий. Ми вже зараз реально йдемо 15 км від загальної притяжністі 30. Так що не підприєзд. Попробуйте рукою минут 10 назад. Именно цей. Началися в 8 утра. Работа кипит і в Полтавській області. Этот ремонт первый масштабний за нескільки років. Пример сразу же предупреждает. Будет проверять і наказывать. І за некачественні ремонтні роботи. І за повріждення нового асфальта. На превеликі жаль недобросовісні перевізники перевантажують свій транспорт, знищують українські дороги, роблять каліність. А це початок руйнації, процесу руйнації українських доріг. Тому ми будемо це дуже жорстко зупиняти і реагувати. Пріоритет Міністерства інфраструктури в цьому році закупити 70 таких вагових комплексів. Виконання становить вже понад 44%. На цей рік ми однозначно ориентуємося на цифру від 1200 до 1700 км доріг. У минулому році ціфра була не вища, ніж за 150 км масштабу всієї країни. На следующий год прем'єр обещає выделити на ремонт дорог вдвое більше денег. Около 40 млрд гривень. Анна Камерева, Алексей Шматов, подробності телеканал «Интер». Как спасти предприятие, проданное за бесценок в частные руки? Херсонський хлопчатобумажний комбинат много лет знаходиться в упадке. В 2005-м его продали частному інвестору, но вместо того, чтобы развивать это предприятие, его попросту обанкротили и разворовали. В результате 25 тысяч человек остались без работы. Есть миллионные долги по зарплатам и пенсиям. А 90 гектаров земли в Херсоне, который занимает комбинат, можно продать очень выгодно. Так считает нардеп Сергей Каплин, который сегодня встречался с коллективом. Когда смотришь на эти руины и понимаешь, что это сделано специально для того, чтобы разрушить предприятие, уничтожить предприятие, понимаешь, что в течение 20 последних лет идет очень серьезная война бандитов, коррупционеров против своего народа. И вот результаты этого погрома и этой войны. Суд по сбитому Илу вышел на финишную прямую. Я напомню, что в июне 2014 года под Луганском боевики сбили самолет с 49 украинскими военными на борту. Сегодня в суде заслушали последних свидетелей со стороны обвиняемого генерала Назарова. Что они рассказали, узнаем от Натальи Грещенко. Трагедия произошла более двух лет назад. В ночь с 13 на 14 июня недалеко от Луганска военный Ил-76 заходил на посадку. Боевики выпустили в него ракеты ПЗРК. Никто из находившихся на борту самолета не выжил. На скамье подсудимых оказался генерал Назаров. На тот момент он руководил оперативным штабом АТО. В военной прокуратуре утверждают, у генерала были разведданные о планах боевиков. Но он информацией пренебрег. За данный злочин предбачено покарание в выгляде позбавления воли на срок от 5 до 8 лет. Это внедрило ставление до войсковой службы. Сам Назаров своей вины не признает. Моя позиция не изменилась. Дело слушают в суде уже десятый месяц. В качестве свидетелей привлекали многих военных, экспертов, генералов, сотрудников штаба. Их показания напоминают игру в пинг-понг, говорят родственники погибших десантников. Постоянно выслушиваем вот этот бред, что никто не знал. Один был в командировке, другой куда-то выехал, третий куда-то делся. Ничего не забезпечено было. И каждый отхращивается. Сегодня слушают последних свидетелей стороны защиты. Экс-командующий воздушных сил уверяет, данных о наличии ракетных установок у боевиков не было. У боевиков такой системы не было. Не было регулярных войск. Были окременные угруппования, которые не могли вот такой системы. Но член экипажа самолета, который летел вслед за сбитым иглом, говорит о том, что в небе над Луганском крайне опасно, знали все, даже рядовые. На тот момент полковник Белый уже привозил пули в самолете, в корпусе самолета. По нему уже стреляли уже с автоматом или пулеметом. Журналистов попросили выключить видеокамеры во время показаний разведчика, который рассказал. Данные о ракетных установках боевиков действительно приходили. Завтра в суде это готов подтвердить еще один свидетель, утверждает адвокат потерпевших. Один генерал говорит одно, второй генерал говорит другое. Есть еще люди, которые присутствовали на этом оперативном совещании, которые слышали о том, что будут появиться и избивать самолет. Окончание громкого процесса и приговора адвокаты ожидают уже в октябре. Наталья Гриченко, Евгений Коденцов, подробности, телеканал Интер, Днепропетровская область. Появились и первые подробности смерти скрывавшегося почти два года в Москве сепаратиста Жилина. Сегодня обнародованы данные об убийце, которого, к слову, до сих пор не нашли. Есть и первые показания свидетелей. Породолжит Дмитрий Евчин. На записях камеры наблюдения, расположенной на ближайшей заправке, почти ничего. Однако именно эти расплывчатые кадры единственные, где зафиксирован момент убийства. Неизвестный стремительно покидает помещение подмосковного ресторана. Злоумышленник был тщательно загримирован. У него имелись накладные усы, спортивные очки с антибликовыми желтыми стеклами. На голове надета панама глубоко посаженная, за плечами рюкзак. На месте происшествия нашли три гильзы. По данным криминалистов, Жилин скончался сразу же. Находившийся с ним за одним столом, Андрей Козырь с ранением в шею доставлен в больницу. Козыря, кстати, тоже разыскивают правоохранительные органы Украины. Он подозревается в убийстве харьковского журналиста. По предварительным данным Жилина и Козыря, киллер прождал целых 20 минут. Его характерную внешность запомнили сотрудники ресторана. Достал рюкзак, достал пистолет, три выстрела, три хлопка, с глушителем был пистолет, три гильзы, ну и все. И потом все разбежались. И он убежал вот по этой дороге, вот так побежал, прямо туда взлез. Уголовное дело российский следственный комитет возбудил по статье убийство. Основная версия – бизнес-интересы. Якобы заказали конкуренты. Рассматривают и другие, но какие именно – не говорят. Между тем, в интернете активно муссируется предположение, что заказать Жилина мог и главарь донецких боевиков Захарченко. Мол, сбежавший в Москву лидер Аплота слишком много знал. Какой информацией он располагал, до сих пор неизвестно. Следствие также отрабатывает версию, что глава Аплота мог не поделить бизнес советником бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова Игорем Сосновским. По данным правоохранителей, последний год Жилин и Сосновский проживали по соседству в Одинцовском районе Московской области и несколько раз встречались на переговорах. Якобы Сосновский имеет угольный бизнес на юго-востоке Украины, в связи с чем несколько раз обращался к Евгению Жилину для решения различных вопросов. Сотрудники следствия в настоящий момент устанавливают местонахождение Сосновского, чтобы допросить его. Уголовное дело в отношении Жилина в Украине по-прежнему не закрыто. Необходимо официальное подтверждение российских властей о смерти сепаратиста и сторонника боевиков. Дмитрий Евчин, подробности, телеканал Интер. Уроки на линии фронта. Этой осенью дети, живущие в прифронтовых поселках, начали свой учебный год. Областная администрация даже запустила школьный автобус. Что приходится преодолевать ученикам, чтобы сесть за парту? Расскажет Ирина Баглай. Вот документы, аптечка, вот. Ну, то, скажем так, надежно. Книжки есть. Вот так книжка. Карандаши. Целый год в подвале жила и училась восьмилетняя Зарина. Вместо учителя бабушка. Их дом буквально на линии огня в селе Зайцевом. Ай, задуша. Она бабушкина дочка. Этой осенью девочка наконец-то пошла в школу-интернат. Вот восьмерка. По литературному читанию и все. Пока внучка за школьной партой, бабушка на лавочке получает знания, как спасать раненых. Понимает, пока в селе стреляют, там безопаснее. Школьный автобус ежедневно курсирует по опасному маршруту. Как себя вести при обстреле, их инструктировать не надо. Они уже сами знают выбежать, лечь, голову закрыть. Они лучше нас это знают. Они уже пережили не такое. На рассвете дети уже у дороги, ждут автобус. Саша и Маша раньше учились в Никитовской школе. С момента оккупации села родители отказались ездить через линию соприкосновения. А не страшно было ехать через эти посты? Было страшно. А что самое страшное было? Там, когда нас не пропускали. Не стояли в очереди. А стреляли? Да, очень сильно. Теперь они учатся в опытном. Немного наверстывают упущенное. Единственное, они любят рассказывать о своей жизни под обстрелами. Летом было очень страшно. Они очень сильно стреляли. Где-то пряталась? Да, в погребе. Много ночи прятала в погребе? Да, почти целое лето. В школе с этими детьми работают психологи. Они иногда считают, что они в чем-то виноваты. Оказавшись в такой ситуации. В новой школе у Заряны много друзей. Не все из них видели войну. Я говорю, что я живу на Зованке. В Зайцево, там где война идет. А они все не верят. Почему? Только одна подружка верит, Алина. Почему не верят? Не знаю. Они говорят, что это неправда. Что война идет. Автобус запустили, но часть детей по-прежнему едет учиться на оккупированную территорию. Многие родители работают в Горлибце. И они детей с ранку за руку берут, туда ведут в ту школу, а потом приводят назад. Через это 14 детей в школе с селища опытного Бахмутского района учатся. А 8 еще там, но мы продолжаем работу. Главный аргумент у властей – аттестат террористической ДНР не имеет законной силы. И дети не смогут получить высшее образование. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей из Донецкой области. Подробности – телеканал «Интер». Перемирие нарушено и в Сирии. Там возобновились боевые действия. Уничтожен гуманитарный конвой, который доставлял продовольствие в город Алеппо. В эскалации насилия стороны обвиняют друг друга. Все подробности узнаем у Сергея Услендера. Режим прекращения боевых действий. Так красиво называлось нынешнее перемирие. Но красивое название, увы, не помогло. Сначала самолеты международной коалиции во главе с США нанесли бомбовый удар по позициям сирийской армии. Погибли десятки военных. США признали свою вину, извинились за инцидент. Но официальный Дамаск уже получил отличный повод для дальнейших действий. Башар Асад обвинил США в агрессии против своей страны и в поддержке террористов. В то время, как стороны конфликта готовились к продолжению боевых действий, международные гуманитарные организации попытались возобновить доставку помощи в осажденный город Алеппо. На наши просьбы окончательно решить вопрос с доставкой в те области Сирии, где наиболее тяжелая ситуация, реакции до сих пор нет. И это прискорбно, мы теряем время. Уже сейчас караваны должны идти, и мы согласовали это в том числе и с Россией. Согласования не помогли. Едва первый конвой достиг окрестности Алеппо, как боевые самолеты разбомбили грузовики. Погибли 12 человек, в том числе глава отделения Красного Хреста в Сирии. Большая часть груза уничтожена. По одним данным, конвой бомбили российские, по другим – сирийские самолеты. Но и Москва, и Дамаск отрицают свою причастность к этой трагедии. Это нападение, вопиющее нарушение международного гуманитарного права. В отсутствии защиты для сотрудников гуманитарных организаций может повлечь за собой очень серьезные последствия и срыв доставки помощи людям, которые в ней и так нуждаются. Россия обвиняет в срыве перемирия Соединенные Штаты, Дамаск террористов. Последние тем временем перешли в наступление в районе города Алеппо. Официальное сирийское агентство САНО сообщает, что атаки боевиков остановлены силами правительственных частей. Обострилась обстановка и на израильско-сирийской границе. Участились обстрелы израильской территории. Дамаск настаивает на непреднамеренном характере этих инцидентов. Но Иерусалим возлагает всю ответственность за происходящее в Сирии на режим башара Асада. На голландских высотах развернуты батареи противоракетной системы «Железный купол». Армия отвечает на обстрелы огнем артиллерии и авианалетами. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. На заседании Генассамблей ООН обстрел ГУМ-конвоя назвали военным преступлением и потребовали расследовать этот инцидент. Но главной темой форума сегодня все же стали президентские дебаты, выступления глав государств и правительств стран мира. Одним из первых свою речь произнес Барак Обама. Украинский президент выступит завтра. Что в программе у Петра Порошенко и какие темы обсуждаются сейчас в Нью-Йорке, узнаем у Дмитрия Анопченко. Он прямо сейчас находится в штаб-квартире ООН и он с нами на связи. Итак, Дима, что самое важное к этой минуте и о чем говорят больше всего? Наташа, ну в первую очередь, в первую очередь, конечно же, все здесь обсуждают выступление Барака Обамы. Это его последняя речь с трибуны ООН в качестве президента Соединенных Штатов. Речь очень эмоциональная, речь полная образов. Ну вот здесь мы ее смотрели в пресс-руме Генеральной Ассамблеи. Огромное количество журналистов в тот момент, когда выступление было на экранах, все притихли даже. Чувствовалось, очень сильно чувствовалось, что над этой речью президента и его помощники серьезно работали и думали над каждым словом и над каждым абзацем. Обама больше говорил не о проблемах, а о принципах. Мол, предлагая отгораживаться стенами, мы только сами себя делаем пленниками. И прозрачно намекнул, заявив, мир сейчас разделен на тех, кто хочет сотрудничать и тех, кто скатился в изоляционизм. Пресса ожидала, конечно, что в этой речи Обама может говорить о конкретных проблемах, о конкретных странах, но он решил сосредоточиться на общих заявлениях, на том, какой он хотел бы видеть политику своей страны в тот момент, когда уже не будет руля. Что касается украинского президента, то его выступление с ООНовской трибуны состоится завтра, в первой половине дня. Речь Петра Порошенко в общих чертах уже, конечно, написана, но она и может быть скорректирована по итогам тех двусторонних встреч, которые пройдут сегодня. Ну а сегодня действительно у украинского президента день двусторонок, их огромное количество. И премьер-министры, в том числе и Японии, и Новозеландии, и президенты, в том числе президент Аргентины. Но все ждут встречу, которая произойдет сегодня в 4 часа по местному времени. Это переговоры с глазу на глаз с вице-президентом Байденом, человеком, который в американской администрации отвечает за Украину. Встреча пройдет в кулуарах генассамблеи и в присутствии членов делегации и за закрытыми дверями тет-а-тет. Ну только представьте, график встреч на генассамблее такой напряженный, что обычно. На двусторонки закладывают 15, максимум 20 минут. А тут с Байденом запланирован целый час. То, что анонсировал сам президент. Он попросит штаты об усилении военной помощи, о давлении на Россию. И встреч, за которыми также следит пресса, переговоры с Эрдоганом, президентом Турции. Вот они состоятся сразу после беседы с Байденом. И сегодня вечером Барак Обама дает неформальный прием для коллег-президентов. Это традиционная возможность не только поучаствовать, но и пообщаться. Пообщаться неформально с теми, кто приехал сюда, в Нью-Йорк, на генеральную ассамблею. И в том числе поговорить с самим Обамой. Недолго, но тем не менее неформально. Вот такая здесь ситуация, Наташа. Спасибо, Дима, Дмитрий Анопченко о главных месседжах, прозвучавших сегодня на генассамблее ООН. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. А Зорин здесь тихий. Что Зорин Шкиряк курил на пожарных учениях? Шестеро детей и полмиллиарда. Как Брэд Питт и Анжелина Джоли подделят нажитое? Загадочные обыски в Ривне. Правоохранители проводили их в кабинетах фискальной службы этой области. Одного из руководителей подозревают в крупной взятке. Это 238 тысяч гривен за возврат НДС. Вот только обысками все и ограничилось. Кто этот подозреваемый, которого так и не задержали? Выясняла Инна Белецкая. Утро областного управления финслужбы выдалось жарким на этаже, где находится кабинет. У руководства обыски работают генпрокуратура и СБУ. Несколькими часами позже служба безопасности делает заявление. Разоблачили взяточника одного из руководителей ГФС. Называют сумму 238 тысяч гривен. Деньги чиновник получил с предприятия, которое занимается экспортом древесины. Взамен обещал, что фирме вернут НДС. Схема была такой. До своего криминального бизнеса он залучил своих родителей. В частности, посредником выступала его сестра, а деньги перераховывались на рахунок дружины. Открыто криминальное проведение за частью 3 ст. 368 Криминального кодекса Украины. Но никаких имен на фотографиях, предоставленных СБУ, обыск идет в кабинете начальника областного управления ГФС. Наши источники в правоохранительных органах подтверждают. Во взятки подозревает Дмитрия Зайцева, руководителя службы. Сам он говорит, обыски были. Но никто не задержан. И обвинения никому не предъявляли. Дмитрий Зайцев ограничивается заявлением. На вопросы журналистов отвечать отказывается. Уже позже в приемной подтверждает, что обыски проводили и у него дома. Почему подозреваемый в крупной взятке чиновник не задержан, местным СБУ нам ответили, мол, не наша компетенция. Инна Белецкая, Николай Васильев, подробности, телеканал Интер, Ревнинская область. 650 миллионов гривен Укрнафте выплатит компания Гарант УТМ, которую связывают с группой Приват. Такое решение принял хоссуд Харьковской области по иску нефтедобытчика к ряду компаний-должников за 2014-2015 годы. В общей сложности речь идет о 8 миллиардах гривен. Напомню, группа Приват также является акционером государственной Укрнафты уже неоднократно. Именно эту финансово-промышленную группу обвиняли в срыве выплат дивидендов и невозврате долгов в бюджет. Наличие этих судебных исков и наличие этих дел является формальной причиной, на которую может ссылаться Укрнафта при любых вопросах со стороны государственных органов. Почему, собственно говоря, не выплачиваются долги? Все эти действия вокруг этих компаний, которые, фактически, можно назвать подставными, которые выкупировали эту нафту, они обеспечивали интересы миноритарного акционера, группы Приват. То есть это было сделано, фактически, с такой целью, чтобы создать такую штучную заборгованность великих значительных размеров, то есть 8 миллиардов гривен, а плюс еще, действительно, те рентные платежи, которые платит компания, это набегла сумма майже 19 миллиардов гривен. Девует, действительно, что на сегодняшний момент нет никаких расследований, действительно, даже в первую очередь, того, что произошло и в 2015 году, почему были сделаны такие закупки нафты и, фактически, их отдали наполовину безкоштовно, то есть на доверие, поверившись на слово. И, в принципе, этот момент должен зацикавить, в том числе, правоохранные органы. Финансовые тяжбы и в Харькове. Там тройка основных коммунальных предприятий – теплосеть, водоканал и Горэлектротранс – отказались платить за электричество. А в мэрии энергетикам предъявляют решение судов – обесточить эти ком-предприятия нельзя. Сегодня сотрудники Облэнерго вышли на пикет Горсовету. Повлияло ли это на ситуацию, выясняли наши корреспонденты. Электромонтер Вячеслав Нестеренко рабочий день начал у стен мэрии. Коммунальные предприятия не платят за потребленные киловатты. Из-за этого у самих энергетиков начались проблемы. Зарплату платят отрывиста, ну, не платят с задержками, да. Частями платят. Плюс мы не можем купить новое оборудование из-за этого, новую робу. А не пользуется электроэнергией – пусть платят денежки за это. Вы же тоже самое маршрутки бесплатно не проедете. Коммунальные предприятия – теплосеть, водоканал и Горэлектротранс – задолжали Облэнерго более полумиллиарда гривен. При том, что население исправно платит за коммуналку. В каждом СКП привыкли рассчитываться за электричество по остаточному принципу. Просто потому, что знают – обесточить коммунальщиков-неплатильщиков закон запрещает. Горэлектротранс запустил ночное движение своего транспорта. А по закону обесточить линии Горэлектротранс невозможно во время движения подвижного состава. Энергетики уже временно отключили подстанции на линиях электротранспорта и за стол переговоров с местными властями садились. В мэрии кивают на камин. Городской транспорт выполняет свои обязательства по перевозке льготного контингента. А компенсации нам за это нет. Ранее в мэрии обещали погашать текущие счета, но этого не делают. Как бы там ни было, ежедневно долг увеличивается на 3 миллиона. И энергетики оказались заложниками ситуации. Платят за коммунальщиков из бюджета своего предприятия. Я работаю в Жирик и до сих не отримал ни каски, ни сетя, ни зимнего комплекта одео. Хотя уже тут достаточно холодно. Нет средств на ремонт электросетей и подготовку к зиме. Энергетики говорят, если так и дальше пойдет, осенью харьковчан ждут веерные отключения. Игорь Логинов, Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. Французская полиция задержала восьмерых человек, граждан Туниса и Франции. Их подозревают в причастности к теракту в Ницце, который произошел в середине июля. Все задержаны из ближайшего окружения Мухаммеда Бухлеля. Это он был за рулем грузовика, который давил толпу. Люди, напомню, собрались, чтобы посмотреть салют в честь дня взятия Бастилии. Тогда погибли 86 человек и 434 человека получили ранения. В итоге Бухлеля застрелила полиция. А республиканцы во Франции готовятся к праймерис. Ведь президентские выборы уже в следующем году в этой стране пройдут. В ноябре 8 кандидатов будут бороться за возможность обосноваться в Елисейском дворце. Среди них и Николя Саркози. На чьих избирателей замахнулся бывший президент и какой трюк он задумал? София Гордиенко расскажет. В политический тур де Франс республиканцы отправились на огромных скоростях. Издают книги, раздают интервью ни дня без строчки в социальных сетях. В лидерах заклятые друзья Николя Саркози и его соратник Алан Жупе. Человек, которого уважают и правые, и левые, получивший за свои умственные способности прозвище компьютер. И пообещавший, что эти выборы станут для него последними. Жупе уже не молод. С помощью современных технологий журналисты смогли отследить пункты предвижения всех правых и пришли к неожиданным результатам. Пока Жупе сосредоточился на больших городах, мегаполисах, Лионе, Париже, Страсбурге, Лиле, Саркози отправился в места поскромнее. Прован, Вандом, Пуасси, Ним и Ниццу. Как оказалось, это те пункты, где в 2012-м больше всего голосов набрала Марин Лепен. И, собственно, акцент своей предвыборной программы Саркози сделан на том, чего так боятся жители этих городов. На миграции. Я кандидат в президенты и должен вот что вам сказать. Попробуйте приехать в Америку без грин-карты или работы. И Франция в Европе не может быть единственной страной мира, которая без документов, без знания языка, без работы будет принимать всех. Давайте говорить правду. 85% человек получают отказ в статусе беженца, но они остаются в стране. Саркози, как Лепен, артистичен, харизматичен, но его собственные бывшие поклонники недолюбливают после махинаций с предвыборными средствами. Аудитория, на которую замахнулся экс-президент, весьма неплоха. Правые консерваторы во Франции обычно охотнее ходят на выборы. И такие слова должны быть им по душе. В момент, когда вы становитесь французом, ваши предки будут галлами, предками французов. Вы будете разговаривать по-французски и знать историю Франции. Ну и последнее, самое важное. Как бы французы не боялись мигрантов, а они их боятся, голосовать за семейство Лепенов не комильфо. Исторически так сложилось из-за антисемитского и пронацистского бэкграунда. И здесь, Саркози, отличный вариант. На блюдечке с голубой, общественно принятной каемочкой. Так что стратегия бывшего президента более чем выигрышная. Теперь интересно, чем ему ответит мадам Лепен. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Просто Вильям водитель не от ложки. Это наследники британской корони и его работе. Принц Вильям приоткрыл завесу своей частной жизни и рассказал о трудовых буднях. Спецрепортаж сняли специально ко дню работников скорой помощи. Оксана Кундеренко выслушала венциносные откровения. Однажды придет время, когда он станет королем, а пока просит называть его Уильям Уэльс. Молодой и крепкий мужчина, просто начинает очередной рабочий день. Он может начинаться с полшестого утра и продолжаться до двух ночи. Но быть частью команды я просто обожаю. Чуть больше года назад он уволился из армии, переквалифицировался и стал пилотом вертолета скорой помощи. Пациентов до сих пор очень удивляет, когда сам принц прибывает по экстренному вызову. Я немного переживал поначалу, потому что не хотел никого отвлекать и привносить хаос туда, где и так уже что-то плохое произошло. Многие из коллег для наследника престола стали хорошими приятелями. С ним и о детях поговорить могут, и даже, где такое видано, солдафонские шуточки отпустить. Джеймсом тяжело приходится. Но что поделать, выхода нет. А я себя прекрасно чувствую, ведь наконец рядом появился кто-то, у кого еще меньше волос, чем у меня. Работенка, правду сказать, не самая спокойная. Уильям признался, что нередко возвращается домой грустный и уставший. Спасать тяжело раненых не у каждого получается. Я запомнил случай в самом начале работы. Еще с воздуха было понятно, что дело плохо. В машине находились дядя и племянник. Дядя, к сожалению, не выжил. А парень выкарабкался, хотя и был сильно ранен. Это произошло прошлой осенью, и теперь журналисты разыскали того парня. Я почти все кости себе переломал и благодарен, что меня тогда очень быстро вытащили. Казалось бы, такие личные моменты, такие откровения, но все в рамках дозволенного. Королевскую семью в Британии традиционно чтят. Например, зарплату венциносного принца не упоминают. Хотя какая разница, он и так сказочно богат, еще и на благо страны работает, словом, идеальный монарх. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Бывший главный спасатель Украины, а ныне советник главы МВД Зарян Шкиряк, сегодня тоже любимец публики. Правда, в соцсетях. О поступке героя Катманду не пишет только ленивый, а издание «Наших рощ» даже смонтировало ролик на эту тему. Сам Шкиряк там же в Фейсбуке проанонсировал большой сюжет имени себя на Интере. Большой господин Шкиряк не покажем, но и смолчать о ваших новых подвигах было бы грешно. Непринужденное общение в окружении дам, сигаретка, непревзойденная ловкость рук. Это не светская встреча, а учение пожарных. А это бывший главный спасатель страны, а ныне советник главы МВД Зарян Шкиряк. Спешит за собеседницами и на ходу выбрасывает окурок прямо в сухую траву. Правда, тайком. Посмотрите, легкое движение руки и бычок на газоне. Потом горячее объятие с лейтенантом и Зарян удаляется. Военный, правда, заметив маневр Шкиряка, курок поднял и, ничтожа сумявшийся, выбросил за забор в сосны. Безонсена на учениях стала топовой в соцсетях. Пользователи на комментарии не скупятся. Даже конкурс объявили на лучшее название ролика. Никогда еще Шкирлиц не был так близок к провалу. Шкиряк и его косяк. Сожги Шкиряка, сбереги природу. Как же советник главы МВД, бывший спасатель и герой Катманду, может объяснить свой поступок? Мы позвонили Шкиряку, но, похоже, к общению с нами он был не расположен. Разговор хоть и был коротким, но все же имел продолжение. Во всеядном фейсбуке Шкиряк поспешил проанонсировать суперсюжет на нашем телеканале об этом инциденте. А курок, говорит, выбросил машинально. Стыдно исправиться. Но вот никак не объяснил, что же он делал на учениях пожарных и в каком статусе там находился. Ничего рассказать об этом не смогли и в госслужбе по чрезвычайным ситуациям. По телефону посоветовали обращаться в МВД. Напомню, с должности его главы по чрезвычайным ситуациям Шкиряк уволился чуть более года назад, после провальной эвакуации украинцев из Непала. Тогда вызволяется отечественник, он отправился журналистами и возлюбленной. Правда, дело там не заладилось. Самолет сломался, запчасти везли долго, и люди целых семь дней жили в палатках возле консульства. Елена Митясова, подробности, телеканал Интер. Самый громкий развод Голливуда. Анжелина Джоли разрывает отношения с Брэдом Питтом. Почему распадается эта звездная пара? Об этом и не только в нашем обзоре. Любовная драма по собственному сценарию. Анжелина Джоли подала на развод, заявил ее адвокат. Мировые таблоиды давно судачат о возможном крахе Брэнджелины. Союз запрещал по швам после того, как Питт закрутил роман с французской актрисой Марион Котияр. Даже годовщину свадьбы супруги встречали порознь. В официальном браке они прожили два года, хотя вместе были около десяти лет. Теперь им придется делить более 400 миллионов долларов общего состояния и опеку над шестью детьми. Смех сквозь слезы. Комедийного актера Джима Керри подозревают в причастности к смерти бывшей подруги Катрины Уайт. Иск в высший суд Лос-Анджелеса подал ее муж Марк Бертон. Он обвиняет актера в том, что тот якобы незаконно снабжал Катрину рецептурными лекарственными средствами. Керри и Уайт расстались в сентябре прошлого года. Через неделю девушка покончила с собой. Привет из нацистского прошлого. В Польше нашли капсулу времени, оставленную нацистами более 80 лет назад. Ее вскрыли в Национальном музее в Щецине. В капсуле содержались фото о нескольких изданий «Майн камф», газета, датированной апрелем 1934-го, монеты и пергамент. Послание хранилось в медном цилиндре, который заложили при строительстве нацистского училища. Еда с помойки. В британском городе Литц открыли супермаркет, где продают выброшенные продукты. Цен в магазине нет. Каждый оставляет за товар столько, сколько посчитает нужным. Обычно на полки попадает то, что выбросили другие супермаркеты или компании. Организовали продажу активисты. Они планируют открыть в Британии целую сеть таких супермаркетов. Восемь седьмых айфонов у одной собаки. Сын китайского миллиардера порадовал своего домашнего любимца новинкой компании Apple. Счастливец – аляскинский маламут по кличке Коко. Его хозяин – Ван Сиконг. Сын короля недвижимости континентального Китая. Фото собаки с айфонами буквально взорвало соцсети. Также у собачки есть золотые часы Apple и другие брендовые аксессуары. Искусство исцеляет мир. Под таким названием открылась выставка современных художников. Но не как обычно в модной столичной галерее, а в институте кардиологии. Это специальный культурный проект для пациентов с заболеваниями сердца. И открывают его работы Ильи Чичкана, Маши Шубина и других украинских художников. Оформили экспозицию необычно. Картины поставили прямо на ящике от медикаментов. У организаторов этой выставки профессора кафедры кардиологии Марина Долженко и арт-куратора Татьяны Швед-Бескаравайной. Планы расписаны на полгода вперед. Это и камерные концерты, и выступления актеров, и поэтические вечера. Я всегда была убеждена, что больные, особенно больные сердечно-сосудистой системы, больные сердцем, они будут восприимчивы к искусству. Какое искусство, это уже другой вопрос. Но можно лечить искусство, можно лечить музыкой, можно лечить картинами, можно лечить стихами. И вот только в комплексе, наверное, можно лечить больного, у которого страдает сердце. Наш сайт подробностей.ua и информация там обновляется постоянно. Побольше вам хороших новостей. И до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова